Компания Мирал предлагает наборы урбечий, упакованные в красивую коробку. Идеальный вариант вкусного, натурального и полезного подарка для любого повода. Набор урбечий и немного меда. Три баночки по 230 грамм урбечия из ядер абрикоса, золотого льна и меда гречишного. Подарочный набор, в котором можно употреблять урбечий и мед как по отдельности, так и сочетать друг с другом. Таким образом вы сможете не просто экспериментировать со вкусами, но и увеличивать пользу для организма. Переходите по ссылке в описании и заказывайте Миралат Урбечий. Натуральные и вкусные пасты одновременно подойдут и как полезный перекус, и как средство общей профилактики вашего здоровья. Вот такую картинку сейчас массово распространяют в интернете. Лично я увидел ее в групповом чате WhatsApp, то есть главном рассаднике фейгов. И мне хватило примерно полторы секунды, чтобы понять, что все это полная ерунда. Однако многие верят. Суть картинки в том, что на китайском ТВ якобы демонстрируют карту раздела России между разными странами. Вот таким вот образом. Как видим, самой России в результате раздела не остается. Вся ее территория, якобы по мнению китайцев, делится между 16 государствами, от самого Китая и Японии до Эстонии и Польши. А что не так с этой картой? На самом деле тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы распознать стопроцентный фейк. И даже проверять ничего не стоит. Достаточно просто маленько подумать. Авторы фейка утверждают, что Китай уже приготовилась отделить Россию. Но не кажется ли вам странным сам способ раздела? Возьмем, допустим, вот этот синий кусок, который отдается Монголии. Его площадь в несколько миллионов квадратных километров. На этой территории расположены несметные богатства, золото, руды, куча гидроэлектростанций, красноярский алюминиевый завод, второй по размеру в мире. В конце там расположено озеро Байкал. И вот все это отдается Монголии. Вы серьезно? Кто придумал этот бред? И самое главное, кто в него верит? Монголия слабая, если не сказать нищая страна, без особой армии и практически с нулевым политическим весом. Говорю не в обиду нашим монгольским соседям, которых я очень сильно уважаю. Если Россию и начнут делить, а это один шанс из миллиона, то это будут делать, наверное, какие-то сильные страны. Китай и США, например. Ну, из чего это китайцы и американцы вдруг решают передать Монголии землю, в которой буквально закопаны триллионы долларов? Это типа что, такая благотворительная акция? Причем сами США, обратите внимание, берут Чукотку и Камчатку. Да, земли тоже богатые, но монгольский кусок гораздо богаче. Ну, по крайней мере, он гораздо лучше освоен. Идем дальше. Калининградская область. Ее авторы фейка делят между Польшей и Литвой. Чего? А Германия, то есть вообще, не при делах остается. Немцы такие будут стоять и смотреть, как какие-то евро-иждивенцы присваивают некогда немецкий Кёнигсберг. Обратим внимание и на долю Казахстана. Ему авторы карты отдают всю промышленность Урала. Все месторождения Западной Сибири. Там одна Тюменская область, чего стоит. Крупнейшие реки, Волгу, Иртыш, Обь. Порты на Каспийском море, мегазавод Норникель и так далее. Опять же, не в обиду нашим казахским соседям. Но с какого перепуга Китай и США отдадут столь лакомый кусок государству с населением 18 миллионов человек и армии, стоящим на 64-м месте в мире. Ну и вишенка на торте – это Беларусь. Она, оказывается, тоже получит долю. То есть ее саму не раздербанят вслед за Россией, отдав Польшу, например. Нет, Беларуси достанется один из самых развитых в мире городов – Москва. Вместе с промышленностью и энергетикой, которые густо сосредоточены в данном регионе. Короче, США с 1945 года борются с Советским Союзом и Россией, тратят на эту борьбу миллиарды и триллионы, чтобы в итоге раздарить российские земли Латвии, Литве, Эстонии, Монголии, Грузии, Казахстану. Понятно? Что же на самом деле это за карта такая? Карта вовсе не придумана из головы. Она отражает реальное положение дел, да только оно никак не связано с распадом России. Эта карта показывает, какая страна будет ближе всего к путешественнику, находящемуся в той или иной точке России, только-то и всего. То есть, например, если человек находится в любой точке монгольского синего участка, то это значит, что ближайшей стороной к нему в данной точке будет Монголия. А откуда взялся китайский ведущий? Его просто пририсовали в фотошопе. Энтузиасты даже нашли оригинал передачи, из которой вырезали этого мужчину. Он там про финансовые рынки рассказывает. Вообще, конечно, поражает, с какой легкостью многие верят картинки, увиденные в интернете. Оригиналы видео никто не смотрел, китайский язык знают единицы, из тех, кто в эти фейки верит. По факту имеется просто картинка с какими-то иероглифами. Неужто этого достаточно для людей, которые чаще остальных называют себя думающей частью общества? Ну а тем, кто ждет и мечтает, чтобы эти фейковые картинки стали реальностью, мы по традиции покажем другую картинку. Это индейская национальная изба, фиг вам называется. Намек понятен? Ссылки в описании под видео.